И все наши акции делаются от лица этих самых говорящих мертвых, которые даже после смерти, как какие-то призраки, продолжают нас, ну, как-то к нам обращаются, и на это обращение надо как-то ответить. Как-то высказываться по этому поводу становится все тяжелее и тяжелее с введением вот этих вот законов, фактически военной цензуры, законы о фейках, так называемые. Но самое жуткое в том, что там происходит, это то, что российская сторона почему-то, ну, мало того, что скрывает или видит свою задачу в том, чтобы не сообщать количество своих потерь, а в том, что вот эти вот мертвые тела, которые производит война, мертвые тела с российской стороны, они просто валяются в полях и гниют. То есть этих людей как бы нет. Для нас это показатель того, насколько режим, власть, там, не знаю, военные чины, лично Путин, относятся ко всем этим людям, вовлеченным в войну, ну, как к расходному материалу просто. Таким же точным образом, мне кажется, эта власть относится ко всем остальным. Мы фактически живем в состоянии войны. Она уже не может нас не касаться. Нам нужно, ну, вести какую-то борьбу, что ли, с этой войной или с теми, кто ее нагнетает, продолжает и готов дойти до какого-то просто катастрофического финала.